В продолжение темы, вторая часть областного фестиваля национальных культур Подмосковья и территории дружбы была представлена красочной развлекательной программой. Песни и танцы, предметы национального искусства, блюда разных народов, все это можно было увидеть на празднике. В нем приняли участие делегации от национальных организаций региона, правительственные и общественные деятели, а также гости из зарубежья. Заводной русский хоровод, старейший народный обычай, хлеб-соль, гости разных национальностей из разных уголков Подмосковной земли. В этом году второй областной фестиваль национальных культур Подмосковья и территория дружбы проходил в мытищах и совпал с празднованием Дня города. Я хотела бы зачитать вам приветственный адрес от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. В эти праздничные дни мытищи приняли от Хима к эстафету проведения Московского областного фестиваля национальных культур Подмосковья и территория дружбы. В многонациональных мытищах давно сложились замечательные традиции добрососедства и сотрудничества. С приветственным словом горожанам и гостям мероприятия также обратились представители Федерального агентства по делам национальностей, члены Государственной думы Российской Федерации и глава городского округа мытищи. После торжественного открытия народных гуляний заработали выставки, мастер-классы и дегустация национальных блюд. Когда желают человеку быть здоровым, дарят вареник на здоровье. Когда желают много счастья, дарят вареник на счастье. Вареник – это символ богатства, символ женщины, потому что когда лепили вареники, вареник ассоциируется с беременной женщиной. Каких только забав не было на фестивале, можно было слепить украинский вареник или пирожок своими руками, испытать на собственных плечах долю русской девушки с коромыслом, освоить искусство ткачества, познакомиться с культурой смелых и сильных духом казаков. Зачем придумали папахи? Потому что каска, ее видно будет. И вот на такую каску не надень, а вот под папаху в самый раз. Национальной автономией со всей Московской области приняли участие в красочной концертной программе, а также представили свои культуры в выставочных шатрах. Мордовия представляет фольклорный ансамбль Мастерава, Азарава, который пела мордовские песни на мордовском языке. А вот палатка наша, которую представлены, здесь и пироги, и вышивка, глиняные резьба по дереву, естественно, и узоры, мордовские народные узоры. Уникальным трудовым экспонатом является наша книга «Татары под Московья». Обратите внимание, мы ее делали три года, сделали, и в этой книге отражена жизнь татар Московской области, регионов, а также жизнь наших друзей других национальностей. В этот день площадка фестиваля объединила десятки народов, проживающих на территории российского государства. Среди них мордовцы, узбеки, азербайджанцы, евреи, армяне, белорусы, украинцы, татары, русские и даже немцы. Немцы появились в России еще с петровских времен, а вообще, если смотреть глубже, они появились еще со времен Ивана Грозного, первые рыцари, которые селились в Лефортово. А Екатерина II, но поскольку она сама была немка, крещеная, и все отдала, весь талант свой, все свое сердце отдала России, для того, чтобы был Екатерининский золотой век, и нужны были специалисты. Сегодня нашей стране нужны не только преданные своему делу специалисты, умелые мастера из разных уголков России и гости из других стран. Сегодня самое время вспомнить, что многое объединяет народы России. И как хорошо жить вместе в мире добрососедствия и народной радости. И кажется, фестиваль национальных культур Подмосковья «Территория дружбы» как раз то самое место, где задумываешься об этом. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей. Редактор субтитров А.Семкин